Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, гомельчане и жители Бомбельской области. Вы правильно делаете, что сейчас смотрите телевизор. Потому что в эфире телеканала «Беларусь-4» увлекательная и занимательная программа «Добрый вечер, гомель». И в студии Светлана Князева. И Александр Гамоля. Сегодня, дорогие телезрители, мы вас познакомим с замечательным, интересным, талантливым танцевальным коллективом. Многие его знают, но некоторые, возможно, увидят впервые. В гостях у программы «Добрый вечер, гомель» народная студия современного танца «Флай». И ее участники Ольга Душкевич, Рустам Яцухно, Дарья Гук, Зина Баневич и Марина Зиновенко. А также художественный руководитель Ольга Филипенко. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Ольга Владимировна, ну давайте вернемся к недавним событиям. Совсем несколько дней назад состоялся ваш двухчасовой концерт в ГЦК. И расскажите, как это было, какие эмоции остались и чему было посвящено мероприятие. Мы такое мероприятие делаем каждый год. Это отчетный концерт в нашей студии. Проходил он 15 мая. В этом концерте участвовало 150 человек. Детки от 4 до 32 лет. Детки? Хорошие детки? Да, но для меня они все... Такой многочисленный у вас коллектив. Да, у нас коллектив большой. В нашем коллективе три хореографа. Я как руководитель, вот Даша и Рустам, они тоже сейчас на данный момент преподают в некоторых группах моего коллектива. Концерт был посвящен отчетной проделанной работе за год. Каждый год новая программа. В основном всегда мы делаем два сольных проекта. Один сольный проект – это только старший состав, в котором участвует порядка 20 танцоров. Мы делаем новые постановки хореографические с театральным сюжетом, с афишами по городу, с конкретно задуманной, поставленной идеей. И второй сольный проект – это отчетная проделанная работа за год со всеми нашими детками, маленькими и большими. Вы неимоверно позитивный, энергичный, очень творческий коллектив. Расскажите, как готовились к концерту и увидели ли зрители, публика номера, которых раньше никто не видел, а не увидели впервые? Ну, в этой программе концертной у нас были номера новые только у младшего состава. Это у деток от 5 до 14 лет. Все остальные номера – это были любимые номера нашего зрителя, которые уже не один год следят за нашим творчеством, болеют за нас. Мы как бы повторили их, показали, напомнили. И это правильно, потому что отчетный концерт – это предполагает все самое лучшее, еще раз показать зрителям. Ну, а у малышей, конечно же, это все новые постановки, новые работы за год. Ну, зал был полный. Но малыши – это от какого возраста? Ну, самое юное – это у нас 4 годика. Вот приходят. У вас сколько они начинают заниматься, если в 4 года они уже выступают? Ну, с 4, вот мы набираем их с 4 лет, и уже в мае месяце, вот в сентябре мы набираем, открываем группы. Как учебный год начинается, так, в принципе, и детки приходят. Но в мае месяце в основном всегда у нас отчетная программа. Вы сказали, что 150 человек готовило концерт. Это максимальная цифра, либо, на самом деле, еще большее количество участников насчитывает ваш коллектив? Нет, но это максимальное. На сегодняшний день максимальное количество. Это та программа, где каждый участник коллектива имеет право выйти на сцену и показать все, на что он способен. Вот что мы видим? Прокомментируйте. Это подготовка к концерту была «Возглянуть по-новому», которая проходила у нас 2 года назад. В 2014 году. Такой видеоролик перед финальной постановкой, где только старшие наши участвовали ребята. Программа называлась «Взглянуть по-новому». Это та программа, где мы решили как бы по-другому показать себя, подойти к концертной программе. Это та программа, где нам было присвоено звание народного. Ребят, подключайтесь к разговору. Впечатления от концерта. Все ли удалось? От последнего концерта? Да. Ну, я скажу лично за себя. Мне было тяжеловато, потому что я больше переживала за детей, которых я... За своих подопечных, наверное. Да. Мало того, что нужно было себя как-то одеть, быстро переодеться на следующий номер. Вот. Еще нужно было и детей одеть. А сколько дали лет вы уже занимаетесь, что уже имеете право даже готовить? А именно во «Флай» или вообще? Вообще. В танцах я с 7 лет. А во «Флай»? Во «Флай»? 15, наверное. Так красиво звучит. А во «Флай»? Нет. Именно в коллективе «Флай» уже 5 лет. Я думаю, да. Где-то так 5 лет. Ольга Владимировна доверила уже. И вы уже в выпускнице гимназии, да? То есть... Нет. Нет. У нас коллектив особенный не только тем, что большое количество, но и к нам приезжают действительно со всего города. Конечно, большая часть детей – это учащиеся в гимназии или выпускники гимназии. 51-я гимназия. Да. Вот. Оля, она училась в гимназии, выпускница. Начала танцевать у меня, когда еще училась. Я учила, когда была в университете. То есть я про коллектив узнала, не будучи учеником. А откуда вы узнали про коллектив, Ольга? Вообще-то мы с подругой искали что-то вроде фитнеса, наверное, как сказать. Дерели за ворота, случайно занесло как бы в школу, в родную, скажем так, и узнали, что есть коллектив. Ну, решили попробовать. Конечно, нас очень впечатлило и нам очень нравилось. В принципе, мне всегда надо танцевать. Ну, решила, почему бы не попробовать. Ну, так вот осталось на 7 лет, скажем так. А мне вот интересно, откуда Рустам услышал про коллектив и танцевание в студии? Это было 4 года назад. Смешно вышло, на самом деле. Тогда только зарождались уличные стили. Ну, и я как любитель, самоучка, начал их изучать. И очень стеснялся. Но мама как-то один раз зашла в комнату, а я там танцую. Ну, она сказала, почему бы тебе не пойти в коллектив какой-то? Она просто посмотрела, что мебель опрокинута. Иди в коллектив. Ну, как бы, я такой, почему бы и нет. Ну, и там слово за слово, и нашли коллектив «Флай» неподалеку как раз. Я решил попробовать, приехал, начал заниматься вот так вот. Ольга Владимировна, способным оказался ученик, что уже даже спустя 4 года, а может даже и раньше, не знаем сколько. Я спустя начал, спустя 3 года, я начал уже. Да, да. Так, скоренько. Ну, просто я в коллективе практикую разное направление. Я не работаю ни в каком направлении в чистом виде, ни в уличных стилях. Мы в основном работаем в эстрадном направлении, но мешаем различные направления. Какие, например? Контемпорари, джаз-модерн, уличное направление хип-хоп. И получается, как бы, ребятам интересно оставаться у нас в коллективе, потому что, например, если Рустама интересовала уличное направление, то вот на данный момент он пытается учиться преподавать именно эти направления. Ну, и мы вместе с ним пытаемся ставить совместные уже постановки. Ну, это как раз, наверное, и секрет популярности такого большого количества участников вашего танцевального коллектива, вашей танцевальной студии, что можно выбрать что-то под себя, да? Каждый находит что-то свое. Кому-то нравится контемп, кому-то нравится хип-хоп, и все вместе — это мы. Да, это получается, как бы, не отдельно что-то танцуем. Мы, например, можем положить джаз-панк, что-то больше на эстраду. Получается некий такой своеобразный танец. Да. Свой стиль. Свой стиль, да. Вот мы вложили как-то даже тот же самый хип-хоп, мы вложили на эстрадную музыку, то есть там на оркестр, и неплохо выходило. Замечательно. Зинаида, Марина, расскажите, ну а вы почему в этом коллективе? Что вас занесло сюда? Ну, я тоже с детства мечтала, конечно, танцевать, но меня никто не отдавал, ни мама, ни папа на танцы. То есть ваш пример-то через терник звездам, да? Как-то так, да. На втором курсе мы тоже с подружкой думали, где бы нам начать танцевать, начать нашу танцевальную карьеру, можно так сказать. Вот. Тоже нашли этот коллектив. Было очень недалеко от учебы, было удобно очень ходить. И вот как мы пошли, вот я до сих пор хожу уже шестой год. Что вообще вам это дало, вот, чем можете поделиться? Очень разнообразная жизнь стала, всякие поездки, конкурсы, фестивали, где мы только не были. Вот если вспомнить вообще, что за эти шесть лет происходило, так даже и не вспомнишь всего, просто настолько много эмоций от этого получаешь, что это очень интересно. Наверное, самое запоминающееся – это поездки, ну, за пределы своего города. То есть вот славянский базар, там, да, в Витебске, там, в Чернигов мы часто ездим, в Минск, то есть, ну, различные конкурсы. Ну, это более запоминающееся, интересно. Когда вы начинали, мы знаем, что было тяжело, было непросто, было много тумана, скажем так, на вашем будущем пути. Поэтому давайте сейчас посмотрим небольшой сюжет. Это ваш видеоролик, который нам очень понравился. Умение снова и снова удивлять твоего постоянного зрителя – поверьте мне, это невероятное достижение. Ведь создавать новую программу каждый год – это очень, очень непростая задача. И мне многие говорили, это невозможно. Порой мне казалось, что я ставлю перед собой невыполнимую задачу, что я будто бы толкаю слона в гору. Самое важное, что я поняла для себя, не нужно слушать скептиков. Они везде. Я знаю, что чем больше люди говорят мне, что это невозможно, тем ближе, ближе мы к успеху. А вот верилось, что ваш коллектив получит звание народного и, опять же, будет столько много фестивалей и конкурсов впереди? Ну, если честно, я никогда не ставила перед собой такую цель. Вообще, у меня первое образование – это педагог. И я считаю, что любой успех коллектива заложен не в уровне постановки, не в уровне танцоров, мастерства, а в дружном, сплоченном коллективе. Мы – любительский коллектив. Мы никогда не стремились стать суперпрофессионалами. Я создавала большую просто семью. Мне хотелось, чтобы им было комфортно в нашем коллективе, чтобы они переступали через какие-то комплексы свои, раскрывались такими, какие они есть. Потому что не всегда мы имеем такую возможность в реальной жизни. И большие мои программы, вот ежегодно, да, отчетные, массовые эти, где 150 человек, казалось бы, зачем это вот все делать? Можно отобрать самых сильных, будет мощная по исполнительскому мастерству программа. Но суть этой программы в том, чтобы каждый ребенок побывал на сцене, избавился от каких-то комплексов. И почувствовал себя, наверное, счастливым, когда эти софиты, когда этот зритель. Ведь та энергия, которую мы получаем от зрителя, находясь на сцене, она ничем не сравнима. После этого можно неделю вот пахать. Вот, конечно, устаешь от этого, но вот этот заряд, который ты получаешь обратно, это, ну, такое редко, когда можно ощутить. У меня есть девочка, одна занимается совсем с юного возраста, Маша Смирнова. И ее мама вот с этого юного возраста с нами на протяжении всех наших концертов. Я ее не перестаю благодарить. И вот имея такую возможность, Светлана Сергеевна, вам огромное спасибо. И еще одна наша коллега, это Алла Александровна Ковалева, которая тоже помогает. Вот это золотые руки. Люди, которые на протяжении вот сколько наш коллектив существует, стараются поддерживать и помогать. Это дорогого стоит. Да, это настоящие друзья, такие самые-самые, которые с вами. В народную студию современного танца вы принимаете всех без разбору, либо все-таки какой-то отбор проходят дети? Нет, без исключения. Мне часто родители спрашивают, вот, ну, мы там, мы гиперактивные, или вот мы немножко полноваты там, или у нас вот там с походкой проблемы. Я говорю, что для меня это не играет никакого, не имеет никакого значения. Я беру всех детей без исключения. Вы говорили, что вы одна большая семья, да? А как это проявляется? То есть в такой вот активной дружбе, может быть, не только... Например, если у кого-то когда-то день рождения, у нас уже традиция, кто-то, ну, допустим, день рождения у меня, я приношу торт. Вот, поздравили. Ну, показала, да, что торт на все, чтобы не был человек. На всех. Ну, мы сначала интенсивно потренируемся, да, чтобы потом этот тортик... Ну, потом восполняем силы. Силы, силы, да. Я сразу вспомнил Питера Бенна, да, где торт, приносили. Ну, да. Ну, видите, несмотря на то, что школу окончили, кто-то ходил в гимназию, все равно, будучи студентами, продолжают танцевать. Вот кто в городе, наверное, остается, да, ребят? Да, вот это сейчас, на данный момент, люди, сидящие здесь, это все уже имеющие за плечами практически все, профессию, совершенно другую, не танцы, вот, и которые выбрали своим хобби и любимым делом еще помимо основной профессии. А можно поинтересоваться, кто у нас в студии, представители какой профессии находятся? Именно профессии. Каких профессий? Да, начнем. Даша, вот. Ну, давайте с ним. Я вообще по профессии помощник врача-эпидемиолога. Работаю в районном центре гигиены-эпидемиологии, ну, это на данный момент вообще уже год. Там знают, что вы танцуете? Да. Там, наверное, все. Там не знают, но будут танцы. На профессиональных праздничных режимах знают, конечно. Уже знают. Как-то так. Ольга. Стараюсь вырваться с работы. Я работаю в магазине автозапчастей, менеджером, скажем так, и... И за прилавком при танцовке. Не совсем прилавок. Лучше продажи идут в станок. Но когда в наушниках и нет клиентов, то почему? Да. Когда клиентов нет, можно размяться как-то. Да. Место позволяет. Страшно спрашивать Рустама. Не, ну, что вас интересует? Кем я работаю или какая у меня профессия? Мы вместе работаем в гимназии. Не, вас что именно интересует? Ну, профессия. Профессия. Профессия у меня нужна 4. Ух ты. У меня оператор ВМ, слесарь-ремотник, слесарь по кондиционерам и аппаратчик абсорции. То есть, ну, при мультиспециалии. Просто там не пропадет в этой жизни. Да, а работаю я в той же первой гимназии. Работаю я там оператор ВМ, звукооператор, можно сказать. И в соседней школе, в 52-й, я работаю хореографом дополнительно. Нравится детей учить? Да, конечно. Вот я не знал, каково это самому, то есть, преподавать. Всегда был взор сначала. Вот недавно, вот буквально, наверное, года полтора я начал преподавать один. И это очень тяжело, на самом деле. А какое направление ты преподаешь? Я преподаю, да, уличный стиль, то есть хип-хоп, волк, джаз-фанк, поппинг и другие примыкающие стили. Детям нравится, дети ходят. И тоже обычно это школа. Именно школьники, которые приходят ко мне и занимаются. Я думаю, к такому жгучему хореографу не будут ходить. Зина, вы о себе расскажите, чем вы занимаетесь? Я работаю вообще в IT-сфере. Ну, конечно же, после тяжелого сидячего дня для меня это очень сильное расслабление, когда я иду после рабочего дня на тренировку. Это я счастлива, что я хожу, и поэтому... Это спасение для моего тела, например. Потому что сидячая работа, это понятное дело, что очень трудно. Устаешь очень быстро, да. А тут идешь не только разомнуться, да, а еще потанцевать, заняться любимым делом. Хорошо. Ну, а я, Зина, вот про сидячую работу сказала. Я еще, конечно, учусь на четвертом курсе, буду будущим металлургом. И, ну, то есть для меня тоже это после учебы, после этого мозгового штурма, тоже хочется как-то прийти, расслабиться, ну, и совсем отключиться от каких-то там знаний там или еще чего-то. Просто расслабиться, это спасает. Ну, какая у вас интересная семья, такие все разные, такие все талантливые, красивые. Ольга Владимировна, а вы что заканчивали в свое время, какое образование? Ну, я заканчивала наш Гомельский педколледж Вогоцкого и Мозерский педуниверситет. Ну, плюс хореография, это моя вторая специальность идет. Поэтому, если честно, как бы не думала в жизни, что будет свой коллектив. Первый год работы я была учителем начальных классов. Вот так сложилась жизнь, что попробовала, да. Есть что-то, о чем вы жалеете? Может быть, сначала о создании коллектива? Любых таких моментов нет? Ну, я думаю, все, что в жизни происходит, оно происходит только для того, чтобы мы стали лучше. Вот, увидели свои ошибки и больше их не совершали. Вот, а так я благодарна Богу за всех людей, которых Он посылал мне на моем жизненном пути. Потому что, мне кажется, я только становилась лучше. Вот, поэтому... Я сейчас телезрителям предлагаю посмотреть очередной видеосюжет. Внимание на экран. У нашего коллектива есть хорошие друзья, которые уже много-много лет помогают нам. Радуются за наши успехи, поддерживают в трудную минуту, направляют. Знакомые появляются и исчезают, а хорошие друзья – это навсегда. Даже тогда, когда ты не знаешь, куда идешь, именно они помогают осознать, что ты идешь туда не один. Ребята, а как бы вы охарактеризовали своего руководителя Ольгу Владимировну? Несколько слов, что на душе хотелось бы вам сказать о ней. Такой общий портрет. Я думаю, кто сам из них. Давайте я скажу, как, ну, грубо говоря, близкий человек Оли, Ольге Владимировне. Но для меня она… И не только для тебя. И не только, да. Можно тратить, потому что стараю маму сказать. Ну, чистый такой лучезарный человек, который как бы, ну… Как это приятно, что вот даже в этих слезах на глазах уже, в общем-то, все сказано. Ольга Владимировна направляет нас в нужное, как сказать, в нужное русло направляет. Вот если иногда есть какой-то соблазн к чему-то такому, может быть, даже не всегда хорошему, то она нас… Ну, правильно, допустим. Да. И, ну, это все правильно, и мы за это очень благодарны. Думаю, все так думают. Да, это действительно как роль второй мамы, правда? Да. Мы здесь проводим время свое больше после работы. Ну, кто-то после учебы, кто-то после работы. Восемь часов в сутки. В зале постоянно, да. Ольга Владимировна, а питанию своих вот воспитанников уделяете внимание? Говорите, как питаться, как режим дня перестроить? Конечно. Ну, во-первых, ребята, в основном, в принципе, все знают, что я противник фосфудов и газированной воды. Вот. Я всегда за правильное питание. Я против курения. Кто в тайна курит и гамбургер ест? Ну, я скажу так, что, да, ну, во-первых, у нас в коллективе, могу смело заявить, что никто не курит, мы за здоровый образ жизни. Ну, я могу сказать так, что наш темпоритм, вот девочки говорили, там, расслабиться на тренировке. На самом деле, ну, понятие расслабиться такое растяжимое, потому что тренировки физически действительно не совсем легкие. И после них порой, ну, выползаешь, смело можно говорить. Но зато действительно отключается мозг и можешь заниматься только чисто своей физической формой. И при таких нагрузках просто ввести неправильный образ жизни невозможно. Потому что только при правильном питании, при правильном образе жизни тело сможет поддерживать тот темпоритм, ту нагрузку, которую мы ему даем. Это удивительно. Ваш творческий коллектив, ваша танцевальная студия, конечно, она уникальна, мне кажется, для города Гомеля, может быть, даже, да не даже, а точно для Гомельской области. В каких фестивалях, конкурсах принимаете участие регулярно? Расскажите. Молуянский базар. Да, я, во-первых, хотела бы... Каждый год? Да, практически каждый год. Мы пытаемся пробиться туда практически каждый год. И я больше скажу, бывали случаи, когда мы сами лично финансировали себе эту поездку, чтобы добраться до Витебска и вновь и вновь заявить о себе. Это было в каком году? Ну вот 14-й, 13-й мы ездили, в том году ездили, 15-й. Вот на протяжении трех лет мы стабильно ездили. И всегда привозили призовые места. У нас один раз только было четвертое место, так в основном мы всегда были в тройке. Ну, как бы мы... В первый раз, в первый раз было четвертое место. Да, вот так в основном мы всегда были в тройке. Ну, во-первых, особенность нашего коллектива еще в том, что мы, наверное, в Гомель это единственный коллектив, имеющий звание народного при образовании. Так как мы базируемся на базе гимназии номер 51, мы относимся не к культуре, а к образованию. И вот я не могу не сказать просто отдельное спасибо директору гимназии, похучему Александру Павловичу, потому что только благодаря его поддержке, пониманию, у нас в гимназии есть хороший кабинет, где мы проводим все наши репетиции. Согласитесь, 150 человек где-то должны поместиться, особенно когда мы объединяем эти все репетиции. Замечательный актовый зал, где мы репетируем массово наши постановки. Конечно, без помощи директора это было бы невозможно. Ну, естественно, и администрация советского района, которая нас всегда поддерживает, которая, в принципе, я всегда вижу, что они нас ценят и выставляют всегда на всевозможные площадки. Ну и вот в видеоролике было показано «Наши друзья», это Русский фонд мира в лице Глушакова Тимофея Ивановича, наш любимый режиссер, хореограф, постановщик, директор хореографической школы Петр Иванович Свердлов. Это человек, который с нашим коллективом очень давно, он направлял и меня в постановках. Благодаря его поддержке, советам, помощи мы на Сожском Карагодзе взяли второе место. Я считаю, это для образования, для коллектива, который при образовании существует достаточно высокий уровень. Организация «Белая Русь» в лице Мамрукова и Натальи Людвиговны тоже мы давно очень дружим, они нас поддерживают, помогают. И вот эти люди, которые с нами на протяжении многих лет, когда ты понимаешь, что у тебя есть, ну, можно сказать, такой тыл, поддержка, то тогда, наверное, и шаги наши более смелыми становятся. Тогда мы более смело идем вперед. Замечательно. Вопрос ко всем. Скажите, вот каждое свое мнение, без чего не получится хорошего танца? Зрелищного, красивого, который танцует с удовольствием. Не столько техника, сколько душа, эмоции, вложенные в танец. Техника может быть супер, там, сальто, какие-то шпагаты. И если это сделано просто на уровне, как Ольга Владимировна говорит, не делайте мне физкультуру, это не упражнения гимнастические, танцуйте. Вот, если душа... Да, ты должен прочувствовать сам танец, без этого никак. Вы согласны? Ну, конечно. С удовольствием, Ольга Владимировна? Конечно. Мы не должны забывать о том, что мы, во-первых, любительский коллектив. Поэтому самое наивысшее мастерство танцора – это чтобы тебе поверили. А можно не иметь шикарной растяжки, да, десятилетий за плечами подготовки хореографической, но иметь мастерство передачи эмоциональной. И у нас есть ряд таких номеров, которые зрители на протяжении 10 лет хотят их видеть. Вот у нас есть номер клоуна, и мне из года в год просят, ну поставьте его в программу. Говорю, да мы уже выставляли его вот. Но нет, это номер, который у нас взяли на Сушском Карагоде, и на Славянском базаре призовые места. И он до сих пор еще берет места. Да, мы вынуждены его... Мы возили на Бизон. Да, это конкурс. Мы возили, мы взяли место, по-моему, первое место. Да, первое место, это международный чемпионат хореографический, современного, да, уже хореографического искусства, где сидели жюри различного уровня и стилей, да. И как бы единогласно было признано первым местом. Поэтому для нас это было очень приятно. Да, это отношение к работе. То есть занимаются потому, что нравятся, а не чтобы достичь каких-то высот. Они даже, вот видишь, вспоминают, какое место, так смутно. Ну, первое, вроде бы, это в прошлом году, то есть без какого-то такого отношения, что вот мы первое место. Просто люди нравятся, они этим занимаются, у них получается все. Мы за вас очень рады. Спасибо большое. Большие молодцы. И, наверное, последний вопрос. Почему флай? Такое название почему? Почему такое название? Ну, мы всегда относимся к работе с юмором, к нашей. Поэтому, ну, никому не секрет, в переводе флай означает... Летать. Полет. И муха. Поэтому, ну, так вот с юмором. Когда-то давно человек, один девушка, ее звали Вероника Егорова, она занималась мне в коллективе, на данный момент в декрете. Мама двоих замечательных сыновей. Вот это была ее идея, она предложила назвать. Я так подумала, я сначала не совсем отнеслась так, как англоязычное слово, но мы его замечательно пишем русскими буквами, нам это очень нравится. Ну, и с юмором подходим к нашему названию. Я часто им говорю, не будьте мухами. Ну что ж, мы вам желаем и дальше так легко лететь на пути к успеху, радовать своих зрителей. Спасибо. Ну, и выражать то, что вы выражаете через танец. Спасибо. Спасибо вам за ваше творчество, успехов, удачи и всего самого-самого. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всем напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были участники народной студии современного танца «Флай». Ольга Душкевич, Рустам Яцухно, Марина Зиновенко, Дарья Гук, Зинаида Баневич и художественный руководитель Ольга Филипенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова и на углы мягкие, которые скрадывают эти углы, правильно? Есть защелки на раздвижные двери шкафов. То есть это все можно постепенно приобретать. Но посмотреть этот комод, который у нас стоит в доме, над ним висит телевизор. Комод тоже, как правило, он шатается, дети любят по нем лазить, эти комоды могут опрокинуться. То есть надо уже заранее обезопасить себя тем, что комод или прикрепить его к стенке, или прикрепить его к полу. То есть вроде бы такие всеизвестные вещи. Самые опасные места в квартире? Самые опасные вещи это у нас кухня и ванная. Если брать по глобальности катастроф. Кухня, наверное, из-за наличия тех бытовых приборов, которые там находятся. И пол тоже учитывается. Когда маленький ребенок новорожденный родился, мы выбираем ему кроватку. Кроватка должна иметь подвижный механизм какой-то, чтобы мы могли опустить со временем этот матрас вниз. Дальше мы смотрим, чтобы матрас подходил по размеру этой кроватки. Он должен быть жесткий. Никаких подушек, никаких одеял у ребенка не должно быть. Он должен спать в спальном мешке. Естественно, если холодно, более теплым в спальном мешке. Если прохладно, то это менее жаркий спальный мешок. Никаких мягких игрушек, куда может уткнуться ребеночек, тоже не должно быть. Когда мы вешаем игрушечки над ребенком, чтобы развивать и зрительный контакт, мы должны понимать, что как только ручка подтянулась к этим игрушкам, эти игрушки должны сниматься или быть только под присмотром взрослым. Потому что это тянется, хватается, ломается и пробуется на зуб. Правильно? И, к сожалению, вот этот возраст, самый опасный, то, что мы видим, это падение. Потому что все считают, что маленький возраст, они еще ничего не умеют делать. Очень даже умеют делать. Они как только родились, уже все умеют делать. Кажется, ставят на перименальном столике на минуточку, отвернулся, он уже все на пряде попрямлял. Да, и он уже перекатился. Это, к сожалению, аспирация пищей, которая часто бывает, что кормят мамы с собой, кладут, сами засыпают. Но они тем не менее, новорожденные дети, вообще маленькие дети, они до двух месяцев, они не умеют дышать ртом. И поэтому, если грудь перекрыла носовые ходы, то мы можем иметь плачевный вариант в данной ситуации. Дальше, если мама не кормит грудь, а кормит из бутылочки. Это тот вариант, когда надо взять ребенка все равно на руки. Никак он не должен лежать на спине, и мы его должны в этом положении лежа кормить. Ребенок должен лежать на руках, затем его, как всегда, взять столбиком, и затем положить на бочок. То есть это все правила, которые надо соблюдать. Это правила вроде бы простые, но почему-то о них всегда забывают. Дальше ребенок развивается, он начинает переворачиваться. Мы имеем иногда дело оставить его на диване, на своей кровати, и думая, что на большой кровати, на большом диване никуда не перекатиться. Очень даже махая ножками, он очень может просто перекувыркнуться и упасть на пол. Дальше ребенок растет, он начинает вставать. Ему это интересно. Но чтобы так не доставал родителей, да, ребенок, они его уже выкладывают на пол. Правильно, там делают ему место, где должен ребенок находиться. Ну, что он на этом полу может увидеть? Все, что угодно. Так, ползать он уже тоже начинается стремиться. Если он увидел то, что вы не видите, то он обязательно что-то увидит. Поэтому родители должны сами чуть ли не лечь на пол и посмотреть все в округе, чтобы ничего вот на этом полу у них не было. Я так понимаю, что самое важное, что должен научиться родитель, это научиться смотреть глазами ребенка. Конечно. В этой ситуации, да. Дальше, когда ребенку надоело лежать в этой кроватке, его, как правило, берут на руки, идут с ним, готовят на ту же кухню, пьют кофе, пьют чай. Но все забывают о том, что когда вы готовите, в этот момент ребенок тоже шевелится, он тоже находится в движении. И ни одно неосторожное движение может оказаться именно на ребенке. Ему достаточно немного. Это зависит от того, что у него очень маленькая поверхность тела. И распространение этих ожогов и дальше интоксикации идет очень моментально. И, к сожалению, из таких состояний очень трудно выводить детей. Мы знаем, что в Гомельской области довольно часто дети травмируются, гибнут даже от ожогов. Маленькие дети. К сожалению, ну, не так уже, как часто. Но, слава богу, что не так уже часто. Ну, конечно, это все-таки, да. Ну, как бы, это одна из ведущих просто является причиной. Вот. Поэтому, даже детей, когда кормим, даже маленьких, есть специальные приспособления. То есть, детей до полугода есть специальные механизмы, когда мы можем посадить, закрепить этого ребеночка. Вернее, он не подсадится, а он находится в положении полу-лежа. Так. Дальше ребенок опять растет. Все хватает, ползает. Ну, естественно, эта кухня просто манит всех. И если брать, то мы идем. У нас на столах чаще всего красивая скатерть находится. На этой скатерти, на этом столе обязательно будет стоять посуда. Посуда, да. там может быть фарфоровая, стеклянная. И обязательно мы поставим чашку горячего чая или кофе. Ребенку очень интересен не сам факт этой скатерти, а как она будет двигаться. И когда он ее хватает, он ее начинает на себя тянуть. Это же здорово. Она тоже движется. И все, что стоит на столе, может оказаться на ребенке. То есть, об этом надо уже думать заранее. Забеременели, значит, приучаем себя уже никаких скатертей. Приучаем себя, чтобы на столе ничего не было. Чтобы мы уже были готовы к рождению ребенка. Это у нас уже было в привычке у родителей. То есть, с рождением ребенка надо менять свой образ жизни, как не хотелось бы. Да, не то, что мы привыкли. Все бы там серьезно задумываются, правда? Ведь многие, кажется, эти моменты упускают, но в большинстве случаев. К сожалению, да, но об этом нужно думать. Хотим мы этого или не хотим. И вот эта фраза «авось», как обычно, может сказаться все-таки на своем ребенке. Поэтому авось надо убрать и лучше это минимизировать, как можно дальше. Дальше, когда мы начинаем опять ползать, мы начинаем готовить. Уже должна быть у всех хозяек выработана привычка, что все нагревательные наборы ставятся на заднюю комфорку плиты. У нас есть специальные насадки на ручке, кстати, которые эти газовые, ну, на ручке именно газовые плиты. Их можно покупать. Конечно, они, может быть, стоят дороговато, но подготовка непосредственно к рождению ребенка у вас уже будет все это сделано. Уже приучили себя на задних комфорках готовить. Носик чайника должен быть повернут, естественно, от нас. Правильно? Дальше, когда мы готовим, ребенка все-таки не должно быть рядышком с нами. Если он с нами рядышком, значит, надо заводить манеж. И, кстати, это очень прекрасный подарок, когда вот просишь у всех подарки, что тебе подарить. Надо сразу говорить, манеж. Пусть родственники, друзья, вот скинулись на хороший манеж. В дальнейшем этот манеж будет следующим подарком для кого-то, там, для своей сестры, брата, который женится, для племянников. Манеж обязательно вернется назад, когда родится второй ребеночек. Правильно? То есть, можем передарить друзьям его дальше. Мне кажется, вот лучше такого подарка, чем просто кофточки, распашоночки, которые не вынашиваются детками. И, насколько я знаю, обычно их большая стопка, и также вот такими новенькими мы отдаем далее. Ну, здесь, наверное, безопасности лучше подумать глобальнее, чем о распашонках и кофточках. Хотя это тоже красиво очень. Да, несомненно. К опасным вещам еще относится и бытовая химия, конечно же, да? Да, вообще у нас есть пять вещей, которые забывают родители. Это, в первую очередь, бытовая химия. Бытовая химия это все вот очистка труб, так, очистка сантехники, которые, это все щелочи, это все химикаты, их надо всегда прятать в недосягаемое место, потому что дети, когда научились открывать шкафчик, они обязательно научатся открывать крышечку, да, эту крышечку. Вот, раз они открыли эту крышечку, это очень интересно попробовать на зуб. Естественно, мы имеем огромное отравление, ожоги, которые тоже могут плачевно сказаться на ребенке. Дальше надо помнить о том, что помимо бытовой техники, то есть мы ее должны спрятать наверх, где-нибудь там в туалетной комнате и желательно под ключ, потому что дети умеют все, они находят всякие уловки, чтобы куда-то потом залезть. Вообще, вот младший возраст до пяти лет это, ну, как взрывная бомба, это как мультики про осторожные обезьянки. Вот, когда смотришь этот мультик, то там все правила, вот, хорошо, если одна такая обезьянка, если их пять, это уже... Ну, вы знаете, от одной обезьянки тоже можно и ожидать чего угодно. то есть бытовую технику прячем наверх. Дальше это у нас лекарственные средства. Особенно, когда мы оставляем деток своим как бы бабушкам и дедушкам. То здесь тоже это отдельная тема. Бабушки и дедушки, они уже вырастили своих детей. У них уже к этому возрасту развили свои болезни. У них есть гипертония, то есть у них болит голова, у них болит сердце, у них много чего начинается. И у них есть таблетки. Они привыкли, что таблетки лежат в этом уголочке на этом столе. Если вы заберете у своих бабушек и дедушек эти таблетки, то они их просто могут не найти, забыть и так дальше. Значит, родители должны позаботиться о том, что был бы контейнер, который не мог открыться, но мог открыться бабушкой или дедушкой. Она знает, что в этом контейнере лежат таблетки, они стоят в этом месте, где она привыкла, но ребенок при этом достать их не может, по крайней мере, открыть. То есть, такие контейнеры, банки с крышками, они все-таки существуют. Об этом должны позаботиться сами родители. Дальше это комнатные растения. Они есть везде. Помимо того, что эти горшки стягиваются постоянно с подоконника, помимо того, что ребенок может попробовать землю, мы забываем о том, что комнатные растения не все далеко безопасны. Они могут быть там условно ядовитыми и так дальше. здесь мы можем поиметь отравление. Дальше нельзя забывать о дамской сумочке. Дамская сумочка, все знают, это кладец всего. Там у нас есть кошелек, у нас там есть пудра, у нас есть губная помада, у нас есть ножнички, у нас есть пилочки, у нас есть иголка с нитками. Поэтому, если это все попробуется, особенно иголки, которые очень легко ломаются, мы тоже должны понимать, что может закончиться плачевно для малыша. И пятый фактор, так как у нас все имеют это животные, помимо того, что я сказала, что животные должны быть с детьми под присмотром родителей, наедине они не должны оставаться, у нас есть корм для животных, который обязательно попробуется ребенком. Потому что ему интересно, подошла собака ест, он обязательно, он не будет свою кашу есть, но он обязательно съест этот корм собаке. Дальше, что можно предугадывать? Это, опять же, ванная комната. Дети, мы их не должны оставлять в ванной ни на минуту. Если ребенок может нырнуть, он, когда ныряет, может сразу же вдохнуть. Это все очень моментально, это аспирация вод, и это асфиксия. То есть, это, по сути, утопление. Дальше, ожоги в той же ванной. Прежде чем класть ребенка в ванну, в ванночку или в ванну, преподитель должен посмотреть температуру воды. Не надо делать на готове горячий кувшин, холодной воды, как могут, потому что забывают, в каком кувшине вода, и в дальнейшем поливают его сверху. Это очень достаточно, чтобы обжечь ребенка. То есть, об этом тоже надо помнить. Ну и, естественно, все мелкие игрушки, которые могут там плавать и пробоваться на зуб, также должны быть исключены. Дальше, кран. На кранах всех, то есть, продаются такие красивые защитные устройства, где ребенок не может открыть кран, тот же самый, например, кран горячей воды. Так, то есть, взрослый это все отделал, он попробовал, не получился, неинтересно. Да, внизу должен быть коврик на той ванне, чтобы ребенок не подскользнулся, не упал. Правильно же? То есть, ну, как бы, такие абсолютно моменты... Касалось бы мелочи, но очень важные. Да, но очень важные. И должны быть обязательно удерживающие устройства. То есть, ребенок, если уже вылазит, то и чтобы он не упал, не ковыркнулся назад. Там делаются это в виде приспособления хороших, как маленькая такая вот лестница, как бы в таком плане. Дальше, когда мы обустраиваем свою квартиру, как только подумали о ребенке, все диваны, кресла возле окна убрали. Потому что очень легко с этого дивана дальше перелезть на окно, а там столько интересного. И когда открываются окна, почему-то, почему-то считают, что москитная сетка очень даже задержит ребенка, не задержит никогда. И ребенок в своей гениальности, он умеет делать все. Он может открыть это окно, поэтому есть защелки, есть специальные ручки, можно их поменять, которые закрываются на замочек. И ребенок не может это открыть. Это касается и балконных рам в том числе. То есть, по сути, ребенок должен младшего возраста находиться в зоне взрослого. И вообще ребенок, безопасное его расстояние, это на уровне вытянутой руки взрослого. Дальше он не должен. Если он дальше за поводок и назад к себе. Насчет окон, открытое окно, не так, скажем так, ребенка немного отпугивает. Все-таки есть какое-то чувство собственной безопасности у ребенка. А москитная сетка наоборот, она никакого не дает ощущения опасности. То есть, ребенок думает, что это безопасно, можно надавить, можно опереться. И вот на этом происходит трагедия. Мне кажется, я уверена, у этих детей нет чувства опасности. как таково. Скорее всего, да. И даже не советуют. До определенного возраста, да? Когда уже определенный возраст, там уже идут другие проблемы. Там уже пройдут уже другие опасности. А до пяти лет у них нет этого. Они даже стекло в принципе могут и не увидеть. И даже вот нежелательно, даже двери. Вроде бы как в квартире красивушка, да. Стеклянные прозрачные двери делают на балкон. Но когда дети бегут, они даже не могут тормозить, да. И это все получится в стекло. Так же будет и здесь. Надо давить ладошками на окно. Ну вот как-то вот начинается. Все равно интересно посмотреть, что там за окном. Поэтому они будут всячески пытаться это сделать. Ну, это же динамит, а не ребенок, как правило. У нас есть вообще опасность. Это опасность двух. Цифра два. Это два года. где он самоутверждается, где он хочет сам. Он капризничает, он заявляет своему миру уже чуть ли не взрослый. И вот в этот период начинается точно так же все пробование. Да. И, кстати, у нас даже идут, вот будет июль месяц, у нас пойдут монетки. То есть мы уже заранее должны думать, что это блестящее, красивое. И обязательно этот возраст возьмет его на зуб. Он обязательно засунет себе в ухо, в нос. он будет пробовать и при этом может проглотить. То есть в этот момент взрослый должен понимать, что в монетке вообще все, что блестящее, кругленькое, маленькое, должно быть спрятано. Нам надо опуститься не то, что опуститься до уровня ребенка, а смотреть глазами ребенка. Ну вот, что он может увидеть. Ну, отдавая им свою какую-то мудрость и опыт, что мы уже это все прошли. Если вспомнить наше детство, то в принципе оно все то же самое и было. Мы любили нырять, мы любили все пробовать, нам было интересно повторить за теми же родителями что-то, и в огороде, и в доме. Правильно, там раньше мы в деревнях всегда были, то есть это сено косить, то есть обязательно пойдешь, возьмешь тут серп и что-нибудь попробуешь. Правильно? Мы копировали маму, то есть брали нож и что-то резали. То есть естественно когда мы вспомним себя, то что мы помним, то мы уже можем это убрать с видения вашего ребенка. И тогда будет все хорошо. И кстати, еще в плане, что самое важное, когда вот во всех странах уважающих у нас еще наверное нет такого законодательного акта, когда выписывают новорожденного ребенка из роддома, прежде чем выписать новорожденного, родитель обязан показать кресло. Ну, водительское, да, или автомобильное кресло. Автокресло, да. Потому что дети, это дорожно-транспортные травмы, это тоже очень большой бич. И все-таки вот это обезопасывание детей ремнями безопасности спасает жизни. Мало того, что купить... В современных правилах дорожного движения уже вписан этот пункт, да, необходимость использования этих автокресел, Но надо приучать еще к тому, чтобы дети были изначально, и дальше взрослые, даже на заднем сидении, они должны быть пристегнуты. И мало того, что купить автомобильное кресло, надо посмотреть, чтобы оно подходило под ребенка, желательно его протестировать, чтобы ремни были по размеру, чтобы они для него были не тугие, не проходили через шею и так дальше. Александра Анатольевна, спасибо вам огромное за ваши хорошие советы родителям. Я думаю, что много пользы они принесут. Спасибо большое. Каждый телезритель что-то для себя подчеркнул, что-то важное и интересное. Вас благодарим и желаем вам здоровых пациентов. Спасибо. Чтобы они к вам только на осмотры профилактические приходили. Всего хорошего вам. До свидания. До свидания. До свидания. Ну а телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы Добрый вечер, Гомель была главный педиатр Гомельской области Оксана Румянцева. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к своему завершению. Мы желаем вам приятного, доброго, замечательного вечера. И еще, чтобы вечер был прекрасным, нужно позаботиться о его безопасности. Берегите тех, кто вам дорог. До свидания. Всего хорошего. До встречи. Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Редактор субтитров А.Семкин